Привет, это Техноарена и сейчас я сравню два китайских среднебюджетных смартфона Tecno Camon 20 Pro и Infinix Note 30 Pro. Начну с внешнего вида. Оба смартфона имеют схожие габариты с большими почти безрамочными экранами с вырезом под фронталку в центре верхнего края. Телефоны отлично лежат в руке за счёт плоских пластиковых граней. Сканер отпечатка пальца у Camon 20 Pro подэкранный, а в верхнем правом углу находится двойная вспышка для селфи-камеры. Тыльная сторона устройств выполнена из стекла. Смарт и Техно выпускаются в трёх цветах – чёрный, белый ледник и синяя фиалка. С задней крышкой уже из пластика по тк-кожу. Всё с интересным геометрическим рисунком и гармонично вписанным блоком камер, которые выделяются на фоне конкурента. Камер три глазка вынесены в две крупных круглых отдельных модуля. Сверху основная, под ней две вспомогательных. Вспышка в форме кольца расположилась чуть правей. У Infinix бывают чёрная и золотая модели с матовым стеклом и прямоугольной вставкой с тремя глазками камер и вспышкой. На правом торце Camon 20 Pro три кнопки, два изменения громкости и питания под ними. У Note 30 Pro качелька громкости и сканер отпечатка пальца, встроенный в кнопку питания. На левом торце у обоих смартфонов только лоток под две наносимки и карту памяти, которые можно вставить одновременно. На нижней грани обоих моделей находится динамик, микрофон, разъём 3,5 мм и USB Type-C. На верхней грани расположился второй динамик для прослушивания музыки и разговоров. Отмечу, что у Infinix в отличие от конкурента заявлена защита от брызг и пыли по стандарту IP53. Ссылки на оба смартфона ты найдёшь в описании под видео. Они ведут на лучшие предложения в надёжных магазинах. Пользуйся ими, чтобы уточнить ценные технические характеристики и изучить отзывы, и не пропусти скидочный промокод. Экраны в обоих смартах стоят практически идентичные по характеристикам. Это яркие AMOLED-дисплеи с диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, и частотой обновления 120 Гц. Infinix обещает в своём телефоне пиковую яркость до 900 нит, что вполне неплохой показатель для данного ценового сегмента. Углы обзора и цветопередача отличные, изображение чёткое и насыщенное. Подписывайся на канал и ставь лайк, если интересуешься тематикой мобильных гаджетов и технологий. В комментариях не стесняйся делиться своим мнением по смартфонам и задавай любые вопросы. Текно работает на Android 13 с фирменной оболочкой HiOS 13, которая совершенствуется с каждой новой версией и добавляет новые фишки в кастомизации и работе с функциями устройства. Infinix тоже идёт с 13 андроидом на борту, а в качестве надстройки используется XOS 13, которая похожа на многие другие китайские оболочки смартфонов, предлагая практически аналогичный набор возможностей. На обоих смартфонах установлены Google-сервисы и проблем с поиском и установкой софта не возникает. Camon 20 Pro имеет три модуля камеры, основной на 64 Мп, макрообъектив на 2 Мп и датчик глубины для размытия на портретных снимках. При хорошем освещении получаются среднего качества снимки, особенно в режиме 64 Мп, но высокого уровня фотофлагманов ждать не приходится. Ночные фото получаются слегка размытыми, но не самыми плохими среди схожих по цене смартфон. Видео можно снимать в разрешении 2К при 30 кадрах в секунду, но без стабилизации. Фронталка на 32 Мп и она делает вполне неплохие селфи, чего более чем достаточно для соцсетей. Вспышка в углу экрана может снять свой автопортрет даже в ночное время. У Note 30 Pro тоже три модуля камеры, но основной уже на 108 Мп, а остальные два также практически бесполезны. Кадры получаются сопоставимые по качеству связави, разве что можно делать снимки с максимальным разрешением, а потом самостоятельно доводить их до ума обработкой, чтобы получить чуть лучший результат. Ночные фото тоже не смогут похвастаться высокой детализацией, но они все же уступают кадрам, полученным с сенсора соперника. Видеозапись поддерживается в разрешении 1440p 30fps, стабилизации тоже нет, изображение насыщенное, но рыхловатое. Селфи-камера тоже на 32 Мп и отрабатывает примерно одинаково. Разница лишь в алгоритмах обработки и отсутствии вспышки для себяшек. Оба телефона работают на восьмиядерном Mediatek Helio G99 и по производительности имеют полный паритет. Процессор справляется со всеми современными игрушками, но в требовательных проектах только на низких настройках. Флагманским его не назвать, но зато он энергоэффективный. Да и для повседневных задач и приложений его хватает. Смарты продаются в одной конфигурации с 8 ГБ оперативки и 256 ГБ встроенной памяти. Можно поставить карточку microSD. Различий по возможностям коммуникации в телефонах нет. Поддерживаются те же спутниковые системы для навигации, Wi-Fi 5 и сети мобильной связи 4G. Есть NFC-модуль и Bluetooth 5.2. У обоих нашлось место для разъема 3,5 мм под гарнитуру. Опять ничья. В плане автономности смартфоны показывают себя примерно равными из-за одинакового железа и аккумулятора объемом 5000 мАч. Хватает стабильно на день активного использования. Но Note 30 Pro вырывается вперед за счет поддержки более быстрой зарядки 65 Вт против 30 Вт у Canon 20 Pro. А еще он имеет функцию беспроводного восполнения емкости батареи на 15 Вт и даже реверсивную зарядку. Тут победа, конечно же, за Infinix. Я уже поделился своим мнением об устройствах, а теперь пришло время узнать, что же пишут в отзывах другие пользователи этих смартфонов. Чаще всего владельцы Tecno Camon 20 Pro жалуются на неудовлетворительный звук стереодинамиков и плохую чувствительность микрофона. Отмечают также сыроватую оболочку HiOS 13, в которой возможны подвисания. Впрочем, это применимо и ко второму участнику сравнения. Работу прошивки Infinix идеальной не назвать. Надеюсь, обновления поправят. Но вот чем Infinix не страдает, так это обрывами беспроводных соединений, Wi-Fi и Bluetooth, которые иногда случаются у Tecno. Из позитивных моментов обычно подмечают быструю зарядку на 33 Вт и хорошую комплектацию, в которую она входит вместе с защитной пленкой и чехлом. Довольны и хорошим AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц. Помимо нареканий по оболочке, в отзывах Infinix Note 30 Pro отмечают, что столь внушительное разрешение основной камеры не соответствует ее качеству. Кроме того, в играх смартфон иногда с микрозадержкой реагирует на касание экрана. Из однозначных плюсов люди отмечают большой объем оперативной и встроенной памяти. Всех радует быстрая зарядка на 68 Вт, беспроводная и реверсивная зарядка. Ну и еще одно достоинство – неплохое звучание динамиков. В сегодняшнем сравнении победу одерживает Infinix Note 30 Pro, который имеет более быструю зарядку и дополнительные фишки, которых лишен конкурент, но цена за него начинается от 22 тысяч рублей. Tecno Camon 20 Pro имеет такой же процессор и схожие характеристики, но у него есть свои особенности, вроде вспышки для селфи-камеры, да и ценник ниже – от 17 тысяч рублей. Так что он тоже найдет своего покупателя, а может станет для тебя более выгодным приобретением. Ну а я напомню, узнать актуальные цены на эти смартфоны можно, перейдя по ссылкам в описании. И не забывай про скидочный промокод. Ставь лайк, если понравилось мое сравнение, в комментариях делись своим мнением об этих моделях. А чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео, подписывайся. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok